С момента выхода нашего последнего ролика «Лето без патента», в общем-то, все наши соцсети, комментарии под роликами, колл-центр, все завалены вашими обращениями, что же все-таки будет. Вот сегодня 15 число, мы снимаем ролик. Ну, наверное, у меня хорошие новости для вас, просто не совсем настолько хорошие, как мы планировали, когда затевали эту акцию. Как вы знаете, 274 указ с 15 марта по 15 июня приостанавливал все документы, не надо было платить патент, делать регистрацию и так далее. И тонкость заключается в том, что этот указ, когда вышел, его протолкнули очень быстро, поэтому все получилось хорошо. Сейчас уже, когда встал вопрос о продлении, многие региональные власти, соответственно, имели, ну, скажем так, негативное мнение в этом отношении, потому что все-таки они недополучают деньги за патент, и, соответственно, эти деньги идут непосредственно в бюджеты субъектов, они говорят, у нас и так денег мало, соответственно, у нас и это хотят забрать. Были огромные споры, просто очень большие. В итоге пришли к следующему. 274 указ все-таки будет продлен, но с определенными моментами, будем так говорить. Чтобы его не цитировать, вы его без проблем найдете, ссылка вот в описании будет под роликом, тоже положим. Я вам объясню простыми словами, чтобы было понятно. Все те моменты, все эти вопросы, которые вы задавали, я сейчас по очереди объясню. Значит, момент первый. Как считать деньги, которые люди заплатили в момент действия 274 указа с 15 марта по 15 июня? Вот, допустим, у вас был оплачен патент, ну, допустим, по 20 апреля. То есть, вы его когда-то там в прошлом году получили, оплачивали, 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 и он у вас был оплачен по 20 апреля. Вот от 20 апреля вы добавляете 93 дня, и на этот срок патент считается оплаченной, действующей, никто не имеет права предъявлять к вам никакие претензии. Вот, если, соответственно, у вас патент в этот период кончился, также, соответственно, 93 дня все это продляется. Это важно понимать, основное. Далее, если у вас, например, патент был, ну, условно говоря, там, с прошлого августа по текущий август 2020 года, и вы его не платили, ну, вот эти три месяца, которые не надо было платить, все, как бы, это, соответственно, уходит. Уже, ну, Москва всегда, как бы, технически впереди, всей страны немножко вперед, уже многие из вас видят в личных кабинетах, да, в своих электронных личных кабинетах на сайте Сахарова, что уже платежи не требуются. То есть, там уже у многих людей написано, он, например, платил в марте, а ему сейчас написано оплатить до июля. То есть, это уже зачтено, уже система работает. Вот. А в регионах, понятно, есть определенные сложности, где-то личных кабинетов вообще нету, поэтому, ну, действительно, опять будет какой-то бардак проблемы. Обо всех проблемах также просим сообщать, мы будем реагировать. Но вот в Москве уже работает сама система. Далее, те, у кого был патент, допустим, до сентября, и они его не платили, да, то они, соответственно, оплачивают там июнь, июль, август, сентябрь, спокойно уезжают домой. То есть, получается, патент действовал так же год, но, соответственно, три месяца за него не надо было платить. Те, у кого патент закончился в период вот этих трех месяцев, он, соответственно, продляется, то есть, переоформление не требуется. Вот. И за тот период, который был уплачен, как я уже объяснил, к оплаченному дню добавляется 93 дня, все у вас работает. Это что касается тех, кто непосредственно имел патент, там, либо платил, либо не платил за него. Дальше, те люди, которые подали на патент в этот период, и он у них там так и лежит, они его не забирали. Соответственно, как только вы найдете работу, вот у вас будет работодатель, вы проплачиваете первый месяц, забираете патент, идете устраиваетесь. То есть, хоть указ и продлили, но официально работать в период уже с 15 июня по 15 сентября, вы имеете право только на основании патента. То есть, тут возникает какой момент? Если у вас работы нет сейчас, то вам так же, как и в период с марта по июнь, вам не нужно так же вставать на миграционный учет. Не нужно ничего делать, нужно искать работу. Как только вы нашли работу, ну, в каком-то регионе, там, где вы ее нашли, тогда вы идете, быстро подаете на патент, оформляете его и устраиваете на работу. Далее, важный вопрос был со стороны работодателей. То есть, многие работодатели в тот период, когда патент не был нужен, его не надо было оформлять и платить, приняли на работу людей. Эти люди у них работают. Соответственно, работодатели уведомили миграционные органы, что вот эти люди у нас работают, патент им не требуется. Понятно. Теперь, соответственно, всем этим людям, которые вот работают, да, нужно идти побыстрее, не затягивая, получать патент и на основании патента работать. То есть, это вот все-все-все-все моменты, какие вот можно было. Представьте, я вам сейчас проговорил. Теперь, что касается тех людей, у которых работы нет и найти ее не могут. Вам, как и прежде, делать ничего не нужно. До 15 сентября вас не могут оштрафовать, вас не могут выдворить, соответственно, вы просто живете. Но как только вы находите работу, нужно сразу оформить все документы, как положено. То есть, удалось продлить указ именно вот в этой части, как принято говорить, да. Вот. Теперь, что касается людей, которые сейчас вообще без каких-либо документов. Мы вам рекомендуем, это не обязательно, но мы рекомендуем в этот период пойти и все-таки встать на миграционный учет. Не обязательно завтра. Вы можете пойти это сделать там в августе, например. До 15 сентября, как мы и просили, будет продлен полностью указ. Но мы рекомендуем всем, у кого какие-то проблемы, нарушения и так далее, пойти встать на миграционный учет, потому что сейчас на миграционный учет ставят всех. Вы приходите вместе с принимающей стороной, смотрят, что по вам нет никаких проблем, и вас поставят на миграционный учет. Это с точки зрения, чтобы вы были в базе на этот момент, законный, все у вас было хорошо. Что касается людей из визовых стран, особенно тех, вот тут важный момент, мы часто говорим про амнистию. Вот тут есть частичный, такой, будем говорить, положительный момент, что сейчас, когда все это вступит в силу, те, кто захочет добровольно уехать, являясь нарушителем. То есть даже те, кто до 15 марта был нарушителем, но это в основном визовые страны, в основном Африка, да, у нас много таких из Африки. Вот если вы в этот период, до 15 сентября, обратитесь в миграционные органы за получение транзитной визы, чтобы уехать домой, по указу президента, вас нельзя штрафовать, депортировать, выдворять и так далее. Вы получите транзитную визу и спокойно улетите домой. Это ваш шанс улететь домой, сделать все документы, получить заново визу нормально, вернуться здесь, жить, работать, быть легальным. Это ваш очень серьезный шанс. Когда будет следующий такой, я не знаю. Вот, теперь, что касается важного момента, так называемой обратной связи. Очень много нам звонят с регионов, и вот весь этот период звонили, жаловались, что их заставляли платить патент, не продляли миграционный учет, если они не приносили чеки. Было очень много бардака. Главное правило, которое я вам хочу сказать. Мы можем реагировать на таких сотрудников непорядочных, будем так говорить, только если есть протокол. Поэтому всегда, если вам говорят, вы нарушитель, мы вас оштрафуем, вы говорите, пишите протокол. В любом протоколе, в шапке наверху, человек пишет свою должность, свою фамилию, чтобы мы могли его найти. Потому что очень часто бывает так, вас ловят, дают вам просто квитанцию, иди плати там 2000-5000. Вы платите, и потом нам присылаете, вот я заплатил. За что вы заплатили? Кому? Ну, это как бы так нельзя. Я понимаю, что так бывает, но вот надо обязательно, вы должны все-таки свои права защищать. Требуйте именно протокол. Вам должны дать копию, это в законе сказано. На основании протокола вы платите штраф, а не потому, что вам дали квитанцию, иди плати. Как только у меня будет протокол, я могу действовать. Вот мне прислали один протокол по Санкт-Петербургу, мы его отменили за час. И сейчас у нас, опять же, немножко не доходят руки написать заявление на того сотрудника, который его незаконно составил. Поэтому мы вас просим, как только вам говорят, мы вас оштрафуем, вот вам квитанция, идите платите. Скажите, нет, дайте, пожалуйста, копию протокола, как положено по закону. И вот эту копию присылайте нам. Мы, соответственно, будем уже дальше принимать меры, какие можем. То же самое касается всех незаконных отказов. Если вам где-то что-то отказывают, обязательно пишите. Но, когда вы, допустим, пишите или звоните в колл-центр, называйте место, где-то произошло, фамилию сотрудника, если есть такая возможность. Или хотя бы, там, не знаю, нам отказали в третьем окошке, время сообщайте, чтобы мы могли найти человека, который вам незаконно отказал. Вот, на этом пока все. Вот, также, соответственно, приглашаем вас всех звонить в колл-центр, писать во все наши соцсети с вопросами. Вопросов, конечно же, будет много, но я постарался сейчас максимально подробно вам все рассказать. Вот, все, пока. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok